К вопросу о римском флоте. Вот он, класс 2-й, мессенский командир секс Цензюлен Вар. И здесь, в основном, гексаремы с башней и легионеры-ветераны. Гексаремы это шестерка, это очень прочные, очень мощные корабли, их действительно тяжело уничтожать. Чем-либо, кроме вот этих самых дальнобойных кораблей, которых здесь, кстати, шесть, значит, гексарем здесь четырнадцать. И учитывая, что у меня здесь только один морской порт в Нарбомарциусе, причем это рыбный порт, то с флотом я никак не справлюсь. Да и не думаю я, что тактика наша, в которой я использую массово стрелков, как-то поможет против многочисленных бронированных римских сил. Почему я убираю корабли из постройки? В дальнейшем я буду пополнять Укротителей Бури на следующий ход. А пока они вернутся в гавань на Мнета. У Мстящих Завдов остался один неприсвоенный навык. Пусть это будут Грозные Мечники. И на этом ходу все. Ход Рима. Получив подкрепление, Рим перешел в контратаку. На данный момент с ними воюют активно только наши северные союзники Турона. И более никто. Так что чувствует он себя весьма вольготно. Ну Туроны в принципе не проводят никаких агрессивных действий. И это возможность для нас контратаковать. Диверсия в Намните. Отравление колодцев. Ну хоть армию не тронули. Камбон раскрыт. Но это не важно. Важнее то, что у нас... Во-первых, снижается пища. Во-вторых, наступает осень. Ну, поставим ферму. Ферма здесь будет смотреться неплохо. Так, святилище рассмертной пищи минус 10. Надо посчитать, как это будет... Исходя из наших запасов. Четыре хода до рыбника. Пока что оставим здесь всё как есть. Прирост общественного порядка меня устраивает. А вот прирост пищи не совсем. Ну, будем исходить из появляющихся излишков. Кстати... А если обложить налогом нам нет? И всю арморику. Пища минус 8, доход 10 тысяч. Ну, голод мне тут совершенно не нужен. И нужно определяться с направлением для атаки. Армии отступили из Дориолита, а значит... Значит, они ощущают свою слабость. Но конкретно здесь мне стоит задержать темп наступления. Общественный порядок в большом минусе. Разумнее будет заняться пополнением флота. Четвертый корабль. Уже лишний. Поставим мечей. Поставим мечей в набор и агенты. Молодой Тосорный попробуем перехватить его воителем. Он будет нашим. К сожалению, не на этом ходу. И... Пытаемся переманить предводителя. Но крепкий парень, он... Сопротивляется уже долго. Но не в этот раз. Повышение ранга, и что, Ниман? Попробуй... Манипуляцию. 17, 30 и... 57. Скорее всего, это будет удача. Нет. К сожалению, я ошибся. Ну, давайте попробуем наемное убийство. Стоит... Разнообразить... Способы нападения. Ну, будет ли успех... Частичный. Частичный успех-диверсия. Как в лимонном и общественный порядок, растет и весьма быстро. Донису стоит поставить... На повышение общественного порядка, но, похоже, это удастся только на следующем ходу. А на Меорикса, скорее всего, на этом. Да, получилось. Небольшой прирост... Денег в казну. Опять же, ставим силу. И здесь продолжаем... Проводить налеты. К сожалению, неудача. Молодая воительница. Удар в спину. И еще одна попытка у нас есть. Главное... Матер для нас все. Ну, попробуем... Манипуляцию. Отлично, еще один агент перешел на нашу сторону. И сколько у нас воителей? Десять, сагридатые, восемь. Сановников пять. Просто какое-то невероятное множество у нас воителей. И пока что запрем эту группу на полу... Ох ты. Сколько здесь народа. И первые золотые, избранные мечники. Герои Рудеана. Двенадцать человек. Китовые хребты шесть. Так, ветра Тараниса. Один отряд отступили. И... И что это означает? Как я могу воспользоваться открытым Дариоритом? Как я уже недавно сказал, никак. Общественный порядок низок, и надо подождать один или два хода. Чуть не забыл поставить воительницу. На повышение общественного порядка. Ах, еще один момент. Нужно бы выбрать Верциндетриксу хорошее место для обороны, если его атакуют. Ну вот здесь, прямо в густом лесу, и обоснуемся. Конец хода. И сейчас, если честно, я жду атаку Ридонов на дружину Верциндетрикса со всех сторон. Жажда золота пробуждает в люди худшее. Поделись с нами. И худшее не случится. Ах, какие наглые. Нет. Даже если бы они предложили эту сумму, я бы все равно не согласился я так о Ридону. Ну, раз уж они посмели атаковать, мы посмеем обороняться вперед. Сражаемся на поле битвы. Подкреплений у нас никаких. Вот это место для обороны будет неплохо. Какая-то дорожка в лесу, по которой, скорее всего, может кто-нибудь подойти. И смотрим на территорию противника. Лисистая местность, выраженная. Вот эта открытая полянка будет идеальным местом для того, чтобы заметить врага и обстрелять. Ну, начнем с баллист. Здесь, в принципе, для обороны место хорошее, но лесок рваный. Рваный лесок это не совсем хорошо. А вот здесь камни, это просто прекрасно. По крайней мере, часть фланга мы сможем загородить. Так, чуть подальше. Чуть подальше, ребята, дайте место для гоплитов. Хорошо, пехота в первую линию. Не будем расставляться очень уж широко. Или будем. Чему бы и нет. Можно же построиться широко, получить тем самым преимущество. И затем его реализовать. Собак поставим здесь. Конницу здесь. И что у нас осталось? Остался сам Верцингедрикс. Займем возвышенность. И займемся укреплениями. Огненные шары. Нужно выбрать с точку. В принципе, гребень холма здесь. То есть, нужно вставать сюда. Ну, раз нужно, встанем. Так. Внимательно смотрю я на рельеф. В принципе, первые шары можно пустить отсюда. А вторые. Ну, отсюда неплохо. Отсюда тоже неплохо. Здесь... Здесь уже под вопросом. Пик горки где-то тут. Сюда уже точно они не вкатят их. И дальше пошел уклон вниз. Разве что вот здесь, с уступом, в ту сторону можно их скатить. А давайте так и сделаем. По-хитрому. Какой здесь уклон? Не, это слишком хитро. Просто у меня был план сделать выступ из своей армии и скатить шары вдоль вражеского строя. Но я думаю, такой хитрый план не получится. Сделаем вот так и надо послать один отряд вперед. Нет, собачников на фланге. Они должны атаковать с фланга иначе. Ладно, не будем мудрить двойной удар шарами с левого фланга. Давайте отсюда. Острые камни. Острые камни лучше всего поставить где-нибудь здесь. Так как... Ну, большая часть вражеской армии должна пойти именно с этой стороны. Колья конной отряда. Давайте сюда. А баррикады напротив... Сюда. Прикроем фланг. Ну и гоплиты здесь... В принципе, готовы перехватить. Даже два отряда и сюда поставлю. Они здесь более важны. С левым флангом наши избранные мечи... Как-нибудь справятся. Вот насчет правого я сильно беспокоюсь. Еще раз проверю баррикады. Я в них не совсем уверен. И начнем. Да, как-то воодушевление особого не слышится. Но с тыла к нам не заходит. Это уже неплохо. С этого фланга, в принципе, так же никого. Армия впереди сразу же пошла вперед. И просто невероятное количество разнообразных боевых кличей и навыков у нашего Верцингетерикса. Извините, если я прерываюсь больше, чем обычно. Небольшие проблемы с горлом. Ну, ждем, пока враг подойдет. А раз он решил атаковать, это нам только на руку. Но традиционно мне надо не забыть включить огненные шары. Иногда я об этом забываю. И продолжаю я искать вражеские подкрепления. Все-таки не хочется, чтобы они вывалились неожиданно. Непонятно откуда. Как-то по дальности уже почти-почти готовы мы атаковать. Ну, и еще немного. И первые залпы пошли. Так, целимся сюда. 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 По кавалерии, конечно же. По обнаженным воинам непременно. И еще по кавалерии. Так. Ну, пока неплохо. Пока неплохо распределились отряды. Пока все очень и очень неплохо. Давайте еще сюда. Как по фрагам. 22, 0, 25, 37. 37 это хорошо. 47. 1. Ну, куда ж ты стреляешь? Давай, попадай уже в кого-нибудь. Мы обнаружили засаду врага. Так, кто где? Ага. Ну, это не страшно. И переходят они в голубь. Наемные знатные всадники. Ну, острые камни их задержат. Весьма так задержат. Ну, нет. Перешли они на бег. И... В принципе, прошли. Так. Гоплиты на перехват. Здесь обод отряда наемных знатных всадников. Но наш фланг вроде бы прикрыт. Наши засады обнаружены. Ну... Ну... Так. Мы обнаружили засаду врага. Строй здесь не важен. Вперед. И что тут? Скорпион? Ну, давайте. Прокатим камешки. Прокатим огненные шары. Так. Пошли прямо на конницу. Отлично. Так. Впереди заварушка. Командир уже паникует. Собачки вперед. Нагнетаем. Ага. Что это у нас? Обнаружили засаду врага. Кто-то добрался до нашей баллисты. Ну, опрометчиво вперед она вылезла. Скорее. А не кто-то до нее добрался. Так. Здесь тяжело приходится нашим отрядам. Давайте атаку в тыл. И прессуем стрелков. Кавалерия где? Кавалерия вперед. Так. Здесь уже все хорошо. Ай. Ну, что ты стоишь? Вперед. Так. Это паникует враги. Это хорошо. Ай-ай-ай. И конница завязла во вражеской пехоте. Сумбурно. Сумбурно проходит битва в лесу. Мало что я вижу. Так. Ребята. Вперед. Вперед. Эти гады ждут нашего внимания. Отлично. И всю эту группу давайте сметать. Натиск. Я же сказал натиска. Не остановитесь. И люблю это. Эти способности. Так. Больше ужаса. Богу ужаса. Да-да-да-да. Рычи мы атакуем. Так. Групповая атака искусственного интеллекта. Самое эффективное, на мой взгляд, что тут возможно сделать. Так, ну и давите их. Все складывается в нашу пользу. Хочется надеяться. О, знатные копейщики. Тут все способности поражали наши воины. Но с кем-то они воюют. Очень, очень плохо видно в лесу. Похоже, что да, воюют. Да, и все. Бой завершен. Баллисты стоп. Ну я же сказал стоп. И осталось лишь добивать кавалерей. Великолепно. А шары все катятся. Шары все катятся. Героическая победа пленных 600. Отпускаем. Новый враг отступил. Теперь ход уронов и об уронах. Нам нет отравления колодцев. Где-то здесь действует агент. И вот он. А клутий дозорный прокачка в хитрость. Я думаю, такой человек нам нужен. Отлично. Прокачка в поджигателе. Но тут то же самое, что и всегда. Разброд и шатание по навыкам. И стоит ли делать атаку на Дориорид? Повышение уровня воительницы... Воителя. Извини, мужик. В дружине Верциньетрикса. Давайте дальность повысим. И что здесь? Армия в гарнизоне. Гарнизонный флот. Режим обороны. Семьдесят семь процентов шанс на успех. Ну, конечно, автобой. Тратить здесь время на битву не стоит. Опять собачки пострадали. И опять занимаем поселение. Верциньетрикс. Ранг десятый. Что же выбрать? Второй уровень Бесстрашного Война, я думаю. Урон всех отрядов ближнего и дальнего боя. Пожалуй, да. Итого. Одиннадцать хитростей, что дает нам ритм боя, готовность и второе дыхание. Четыре авторитета, что дает воодушевление. И двадцать шесть рвения. Страх, страх, группа, напролом, боевой клич, боевой клич, группа. Урон в бою у отряда полководца плюс восемьдесят пять процентов. И в дальнем плюс восемьдесят пять процентов. Жаль, что он на слоне не ездит. И что у нас здесь по общественному порядку? Минус пятьдесят семь. Мстящие за вдов в кондате почти полностью восстановились. И я хочу Вардион отделить от Дориорита, чтобы исключить хотя бы малейшую угрозу атаки на дружину Верцингетрикса. Здесь как раз герои Родиана. Отгоним их. И направимся как раз в сторону. Вардиона. Дориорит. Алтарь Кернуна. Перестраиваем. Даже сносим. Четыре пищи. Нужно ставить здесь поля. Вот как по общественному порядку здесь в итоге будет, я не знаю. Ну вот алтарь стоит. Так что в итоге должно быть достаточно неплохо. И минус пятьдесят семь. И пять прироста. В лимонами. В лимонами что можно сделать? Тринадцать прироста заход. Это неплохо. Будет еще алтарь рассмерты. И общественный рынок можно ставить. На общественном порядке это почти не скажется. С владыками океана просто передвинем армию вперед. А здесь продолжим набор. Даже сделаем вот так. Чтобы не тратить время. Переведем укротителей бури в Дориорит. И уже там начнем набор. Тем самым мы передвинем флот. И не прекратим набора. Великое множество у нас агентов. И всеми нужно походить. Наконец-то памятными содвежь на юг. Чтобы если что прикрыть Массилию. Морим пока что... Как-то пассивно действует. Ага. И флот все-таки устремляется к Нарбомарциусу. А чем, кстати, заняты нерви? Что-то давно я не видел их активности. Нарбомарциусу. Агенты раскрыты. Неприятно, но не смертельно. Ну вот так вот. Попробуем перехватить. Но мне кажется, не справится. Памятный месец с такой ордой, что плывет на кораблях. Ну тут, конечно же, герой. Будем переобучать агента во что-нибудь более подходящее. Так, да. Нерви. Чем заняты нерви? Нерви. Да. Ага, вот и на что. Эбуроны против нервиев что-то замышляют. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Примерно полных армий. Примерно. Вот еще одна неполная. Сильно неполная. А нервистских армий всего две? Странно. Вроде территория неплохая. Ну опять серия диверсий. Так, сплочение рабов, население недовольно. Осень. Что это все-таки за постройка? Никак я не могу понять. Хотя очень мне это интересно. По-прежнему в минусе по еде это поселение нам нет. Уже очень долго строит рыбник Дориолит. Также перестраиваем в рыбацкое селение. Ну и захват в региона, думаю, пора. Сохраняется игра. На этом завершается эта серия. Продолжение будет в следующей. Надеюсь, уже скоро. Спасибо, что досмотрели до конца.